Вот знаете, как определили? Есть такая болезнь, серповидно-клеточная анемия. Ее определили с помощью биохимического метода эритроцит изогнутый. Как? Взяли гемоглобин и рассмотрели под микроскопом. И увидели, что одна аминокислота заменена на другую. Но вопрос теперь, а с чем это связано? Оказалось, это с мутацией связано. Есть такое понятие, как генная мутация. Есть ее в цепочке, в триплетиках, а заменена на У, и получается другая аминокислота. Видишь, ты говоришь, что биологию не знаешь. Да такие детали знаешь. Я просто читала учебник, чтобы пытаться... Ну, я пыталась понять У. Да, какой-то один всего лишь нуклеотид мог замениться. Аминокислота. Помните, если один ухлеотид заменился, там уже триплет может новый появиться, и аминокислота сразу новая. Вот вам биохимический метод. Потом есть еще такая болезнь, называется фенилкетанурия. Знаете, что нельзя? Нельзя есть белковую пищу. По-моему, там до 10 лет точно вообще не разрешают мясо есть. Потому что там в мясе есть, в белке есть такая аминокислота фенилаланин. И если ты съешь что-то такое белковое, животного именно происхождения, то там сразу начинает деградация нервной системы, эти резкая, и мозг начинает, короче, чуть ли не поражаться, поражаться мозг. Это такое заболевание, короче, называется фенилкетанурия. Там, знаете, что, короче говоря, у обычных нормальных людей избыток аминокислоты фенилаланина должен превращаться в тирозин. Вот у нас так происходит. А у этих людей нарушается этот процесс, там фенилаланин не превращается в тирозин, и фенилаланина полно в крови. Понимаете, в этом проблема. И если ты еще что-то съешь, его станет еще больше, и он начинает поражать мозг. Вот, поэтому им нельзя, даже вот жвачки есть, дирол, там написано, не содержит фенилаланина. То есть вот для этих больных людей эту жвачку можно жевать. Да, как бы, потому что там фенилаланина нету. После 10 уже можно начинать есть мясо, потому что там как бы уже организм уже не реагирует. После 10 там что-то там происходит в теле, и уже на избыток фенилаланина не реагирует. Ну и что? Конечно, почему вот эта проблема возникла в фенилкетанурия? Там вот как раз мутация произошла в гене, который кодирует специальный фермент, обеспечивающий превращение фенилаланина в тирозин. Поэтому фермента нету. Смотрите,